всем привет дорогие друзья фриги викинг тим в деле ребята всем хорошего настроения в общем то сегодня вторая часть цикла базовый набор экипировки для free to play игрока снаряжения и в общем то сегодня мы поговорим о кавалерии как я обещал вчера вчера выходил видео первая часть о пехоте базовый набор экипировки для пехоты сегодня для кавалерии в общем поехали вначале расскажу что же из себя представляет понятие базовый набор и что вообще по каким критериям здесь подбиралась очень первый самый главный как вы видите здесь отсутствует фиолетовый золотой шмот соответственно мы получаем самый доступный шмот самым доступным образом то есть мы получаем чертежи достаточно просто с каких-то ивентов либо заданий и мы получаем небольшое количество материалов которые потребуются для крафта данного шмота для данного базового набора почему это базис почему его нужно использовать именно как базовый потому что пока мы не сделали себе что-то лучше не отковали какой-то фиолетовый золотой шмот который нам пока еще ну типа недоступен до на коротких временных отрезках то мы пользуемся именно этим это дает нам максимальную профитность вот именно вот в этом смысл вот такие критерия моего понимания базового набора который я даю для вас ребята надеюсь это будет вам крайне полезно в общем первое самое главное это доступность это то что мы можем получить при меньших затратах ну и вообще можем получить в целом поехали начнем с вами с головы это боевой шлем экспедиции который доступен нам в событии креольский кризис который добавили достаточно недавно там мы можем купить чертежи на данный шлем они обойдутся нам очень дешево проходим боссов получаем монетки покупаем чертежи данный шлем даст нам 4 процента защиты для кавалерия и это будет являться единственным и возможным вариантом среди шмота в той ценовой категории который мы рассматриваем то есть из зеленого белого и синего шмота мы не найдем ничего полезнее в принципе вообще ничего не найдем на кавалерию поэтому получаем 4 процента защиты кавалерии и радуемся ребят защита и здоровье кавалерии не являются самым главным показателем самым главным статом является атака но если мы не можем получить максимально профитный какой-то и доступный шмот с атакой значит вешаем то что даст максимальный профиль профит на данном примере это боевой шлем экспедиция дальше переходим с вами сразу к нагруднику это миланский доспех который дает защиту кавалерии 3 процента миланский доспех доступен нам событие лохар то есть мы проходим события лохар практически самого начала игры на сервере сразу одно из первых начинается это событие поэтому миланский доспех чертеж миланского доспеха очень доступен получаем его и крафтим при этом получаем 3 процента защиты для нашей кавалерии также нагрудник дает нам стат не самый главный но опять же среди нагрудников мы не сможем найти ничего лучше как альтернативу может поступать нагрудник пехотинца который даст 2 процента здоровья кавалерии но так как это на один процент меньше пускай это и здоровье здесь у нас защита нагрудник пехотинца мы не будем ставить базовый набор а использовать лишь как альтернативу далее переходим у нас по пути сразу два сета первый сет это наручные и башмаки ветра сеты дают нам дополнительные бонус бонусное действие какие-то либо в зависимости от сета именно сет ветра даст нам 2 процента атаки сверху то есть помимо того что сет ветра дает нам показатели от шмоток он еще даст 2 процента атаки атака на все войска от сета ветра поэтому на кавалерию это будет ну более чем просто полезно наручные ветра дадут нам два процента хп также дадут 2 процента хп башмаки ветра и по 3 процента скорости этот и другой предмет итоге с это сета ветра мы получаем 2 процента атаки 6 процентов скорости и 4 процента хп альтернатива в принципе есть сет ветра доступен нам события вторжения легиона поэтому есть небольшая альтернатива мы можем ее использовать если не получили и не от крафт или еще данный сет но вторжение легиона часто и винты и выпадают там эти чертежи достаточно легко и просто поэтому проблем с доступностью нет но тем не менее мы рассмотрим альтернативу если же мы все-таки еще это дело не получили среди башмаков альтернативой для башмаков ветра могут выступать острые ботинки которые дадут 1 процент к атаке кавалерии напомню что это всего один процент и больше ничего не давать не будут при сети ветра мы получаем 2 процента сверху помимо показателей от самих ботинок то есть 2 хп 3 скорости среди среди башмаков из нашего ценового сегмента мы больше ничего не найдем переходим с вами к наручным то есть перчаткам песен святого синие перчатки могут выступать альтернативой для наручный ветра они дают 2 процента атаки то есть если мы повесим острые ботинки и песен святого да если у нас не будет по какой причине сета ветра то мы получим 3 процента атаки да это на один один процент больше чем бонус от сета ветра но давайте не забывать что от самих шмоток мы также получаем повторюсь 6 процентов скорости и 4 хп скорость не будет являться самым главным главным прям обстоятельством самым полезным статам но давайте не будем забывать что это кавалерия кавалерию мы также расцениваем за мобильность поэтому 6 процентов скорости да еще и кавалерии это будет более чем просто приятно больше из наручный из перчаток мы рассматривать ничего не можем потому что больше ничего не идет под кавалерию из белого зеленого и синего шмота а в базис мы заносим именно его и дальше мы переходим к самому сочному самому главному и самому самому читерскому сету который есть вообще в игре шмоту сету это сет авангарда я не знаю чем руководствовались разработчики когда придумывали данный сет так как он дает слишком жирный бонусы при доступности этого сета с этого ангарда доступен нам с заданий то есть с обычных базовых заданий по кузнице нам падают эти чертежи но еще и бонусом мы можем купить чертежи в креольском кризисе если нам их мало если мы не выбили еще с усилением а также напомню что все шмотки мы можем выбить с усилением перековывая просто заново и в креольском кризисе также можем купить за монетки вообще креольский кризис после ребребрей динга стал очень интересным и винтом и отчасти также относится к винту где мы можем получить нужные чертежи для наших командосов в общем сет авангарда на алебарде дает нам 5 защиты и 4 хп и все это под кавалерию ребят это просто все под кавалерию оба показателя и защиты здоровья прописаны как показатель плюсом кавалерия на поножных авангарда мы получаем аж 4 процента атаки что является просто весьма жирно если рассмотреть сколько стоит нам по крафту и по времени именно авангард именно этот сет то 4 процента от поножные для атаки это наш любимый самый главный стат для кавалерии то ну типа ребят это действительно очень жирно также плюсом еще получаем 1 процент хп от поножные авангарда и все это под каким-то безумно питательным соусом из двух процентов атаки от самого сета теперь ребята просто вдумаемся от сета авангарда мы получаем 5 процентов защиты 5 процентов хп и 6 процентов атаки что может быть лучше я думаю ничего при такой доступности сент сета авангарда я ставлю вообще в первое место среди базовых наборов шмота на free to play для free to play игроков ни на один вид войск не может быть лучше предметов и тем более уж сета альтернативой для авангарда ну давайте посмотрим но я думаю что сильно сильно ничего мы не подберем грубые штаны вместо вместо поножные авангарда дадут нам 3 процента атаки что будет просто даже меньше чем дают поножные авангарда помимо остальных бонусов дальше у нас ничего ничего и ничего то есть из поножные поножные мы не штанов мы не найдем ничего дальше перейдем к пушкам здесь есть кое-какие альтернативу но опять же они достаточно достаточно но не объективны есть у нас щит хранителя который даст пять процентов здоровья кавалерии по сравнению с алибардой зеленый причем щит у нас синий по сравнению с алибардой это ничто потому что она дает 4 хп помимо того что дает плюс 5 еще и защиты поэтому ну альтернатива но какая-то очень очень сомнительная после заблудших даст всего три процента кавалерии защиты и острый длинный меч также до защиту кавалерии плюс 5 процентов в общем альтернативы нет ребят вот с авангардом вообще никакой альтернативы нет вот такой базовый набор я предлагаю вам смотрите что мы получаем в итоге 9 хп 8 процентов атаки 12 защиты и 6 процентов скорости при более чем даст просто доступности данного набора ребят базовый набор используйте если вы будете пренебрегать вот таким базисом это не будет влиять хорошо на ваш аккаунт но никак то есть выйдя выйдя в поле выводя своего командира если выда вы не используете хотя бы вот такие базовые набора вы очень сильно уступаетесь профитности игрокам которые вешают хоть какие-то шмотки а тем более уж если подбирают максимум все самое профитное очень много процентов при такой доступности на этом я буду заканчивать свое видео следующее видео будет на лучников следующее видео выйдет я думаю завтра если все хорошо вам хорошего настроения ставьте лайки под это видео подписывайтесь на мой канал пишите комментарии но и спасибо вам ребята за за такую огромную поддержку которую вы оказываете всем респект африги всем пока